Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на библейском портале Экзегет, я очень надеюсь, на любимом нами с вами, мы поговорим об одном очень интересном месте Священного Писания. Вы хорошо знаете, кто Священное Писание, Евангелие, Новый Завет читает регулярно, что Господь наш Иисус Христос часто творил чудеса, исцеления, изгонял злых духов и, как правило, запрещал исцеленным открывать о том, кто их исцелил. Как правило, говорил, что иди и никому не говори. Господь уклонялся от человеческой благодарности, от человеческой славы. Но есть один интересный момент, где Господь как будто нарочито раскрывает факт исцеления, которое произошло по вере одной из страждущих, которая прикоснулась к его одежде. Почему Господь это делает и чему Господь этим хочет нас научить? Обращаю ваше внимание на Евангелие от Марка, 5 глава, 21 стих. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа, и он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря, дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руку, чтобы она выздоровела и осталась жива. Ну, понятно, да, скорбь, переживание отца, как он просит, чтобы спаситель пришел и исцелил ее дочь. Может быть, Иаир не до конца понимал, кто перед ним, да, что он действительно сын Божий, что он вторая поста святой Троицы. Ну, по крайней мере, молва шла о спасителе, что он великий чудотворец, что он пророк или как один из пророков, что он может это сделать. И поэтому страждущий отец просит прийти, возложить руку. Здесь, кстати, святитель Иоанн Златоуст обращает внимание, что даже в самой просьбе «приди и возложи руку» проявляется как бы некий недостаток веры самого Иаира. Потому что в Евангелии, мы считаем, некоторые другие страждущие просили, говорят, скажи только слово, допустим, исцелеет слуга мой, говорит Сотников в Капернауме. А здесь он как бы для подтверждения, для большего утверждения своей веры просит Аир Спасителя войти и прикоснуться к его дочери. И Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Вот именно евангелист Марк, именно вот эту, вроде бы, незаметную такую деталь подчеркивает, множество народа теснит. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что у нее было, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. И поговорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Вот обратите внимание, женщина в данном случае, и Святитель Иоанн Златоуст на это обращает внимание, и другие святые отцы церкви, которые осмысляли это место. У этой женщины была большая вера, чем у Аира. Она глубоко уверена, что даже к краю одежды, мне даже не столько, может быть, надо, чтобы Спаситель сам на меня посмотрел, ко мне прикоснулся или что-то сказал. Я прикоснусь к краю одежды и получу исцеление. Она убеждена, именно с этим желанием тайным прикасается к одежде. И тут же получает исцеление. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне. Кстати, святый евангелист Матвей, описывая этот же случай, именно этот же эпизод, говорит, что апостол Петр, как один из самых таких вот горячих, ревностных учеников, что он возгласил, говорит, рови, что народ, разве не видишь, что народ окружает тебя и теснит, и ты спрашиваешь, кто прикоснулся ко мне. То есть, вроде бы, как бы очевидно, да, Господь идет среди множества людей, и как бы прикасаться к Нему – это обычные вещи с точки зрения человеческой. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он сказал ей, черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Когда он еще говорил сие, приходят на начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще ты руждаешь учителя. Ваше внимание, дорогие друзья, вот на этот момент и хочется акцентировать. Спаситель мог бы, вот мы рассуждаем просто по-человечески, да, мог бы, как и во многих других подобных случаях, зная, конечно, по своему божественному предвидению, с какой целью подошла женщина, что она прикоснулась, что она получила исцеление, и, говоря современным языком, Господь мог бы не акцентировать внимание на это, а дальше продолжать путь с Иаиром. Но Господь здесь поступает как бы немножко нестандартно, да, употребим такое слово, а именно останавливается и обращает внимание сначала других, кто прикоснулся ко мне. Когда люди недоумевают, что вопрос, казалось бы, неуместный с точки зрения людей, которые идут в большом скоплении, и вот эта женщина, услышав и понимая, что она не утаилась, болезнь, она припадает к его ногам и признаётся, по какой причине она прикоснулась. Болезнь сама по себе была очень и тяжёлой, и мучительной, и постыдной в каком-то смысле слова, потому что в этом состоянии прикасаться никому было нельзя. И она открывает причину своего прикосновения, такого дерзновенной, и то, что она получила исцеление. И Господь говорит ей, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Чему хочет нас Господь научить этим эпизодом? Что для Него, как для сердцеведца, для Него, как спасителя мира, важно, чтобы мы получили не только телесное временное исцеление, потому что ведь не секрет для нас, мы все, кто Священное Писание читаем, осмысляем, мы понимаем, что все, получавшие исцеление от Господа во время земной жизни, прокажённые, одержимые, исцелённые от самых разных недугов, так или иначе, потом, потом тоже заболевали, и рано или поздно все они закончили свою телесную жизнь, то есть их душа покинула тело, их жизнь закончилась, их временная жизнь. Они здесь получили временное исцеление с пользой для своей души. Но Господь хочет, чтобы человек получил не просто временное исцеление, а получил, самое важное, пользу для своей бессмертной души. И поэтому для Господа важно, чтобы мы не таким образом, как бы украдкой, как бы таясь, или как-то сзади прикасались к краевую одежды, а для Господа важно, чтобы мы предстали пред Его ликом, чтобы мы исповедали, исповедали свою веру, чтобы мы исповедали свою нужду в Нём, что вот мы нуждаемся в Нём, как спасители мира. Не просто, говоря современным таким языком, как бы украдкой похищали какие-то Его дары. Ведь вы хорошо знаете, дорогие друзья, нередко можно такое видеть, когда приходят в храм, в любой современный храм приходят люди с целью, чтобы им было хорошо. Вот любого из них спросишь, у них ответ достаточно такой простой и даже немножко примитивный. Но пришёл, чтобы не стало хорошо. Кто-то приходят, чтобы, по их выражению, подзарядиться какой-то положительной энергией. Они не ищут спасения, они даже не понимают, что это такое, они не понимают, что это храм истинного Бога, не понимают, какова цель жизни человека на земле, что действительно им нужно и что Господь им может дать. Несравненно больше, чем просто подзарядка энергии. Подзарядкой энергии люди обращаются и к различным колдунам, экстрасенсам, там энергия совершенно другого рода, и ей особо не подзарядишься, и уж пользу для души точно не получишь. Но для людей, именно для такого склада людей, именно для них вот этот ивановский пример, этот эпизод является назиданием, что Господь хочет, чтобы та сила, которая от Него исходит, была получаема нами неукрадкой, не как бы сзади, не как бы таясь, не как бы похищая, а Он хочет, чтобы мы получили пользу для наших бессмертных душ, чтобы мы предстали перед Ним, чтобы мы свою веру исповедали, и чтобы мы, получив исцеление, укреплялась наша вера, любое исцеление, любые дары Божии, чтобы укреплялась наша вера, и мы шествовали вот этим путем, которому Он нас призывает, и достигнет той цели, ради которой Он нас создал, Царствие Небесное. Давайте над этим задумаемся, дорогие друзья. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.